Еще немного и в магазинах начнется настоящий предновогодний покупательский бум. Как правило, к концу декабря с витрин сметается все, а торговые павильоны работают в усиленном режиме. Пока же купить необходимое для праздника можно спокойно и без лишней суеты. Сегодня наши советы для тех, кто выбирает украшения для елки. Без каких праздничных атрибутов не обойтись при встрече 2014 года? Расскажем сегодня в нашей программе. Мишура, гирлянды, елочные игрушки. Глаза разбегаются от такого изобилия. Многие магазины начинают продавать новогодние украшения задолго до наступления зимы. И для тех, кто особенно трепетно относится к встрече Нового года, это хороший шанс сделать самые красивые и необычные праздничные покупки. Впрочем, многие приходят в отделы новогодних украшений просто для того, чтобы лишний раз окунуться в атмосферу праздника. Пик еще, наверное, не настал, но мы вот пришли, потому что у нас время есть. А так вообще мы дома повесили гирлянду, но елка стоит в огромной коробке, мы хотим ее уже нарядить, но пока еще рано все-таки. Рано или самое время – решать только вам. Если наряженная елка дарит хорошее настроение, почему бы не установить зеленую красавицу заранее, тем самым продлив праздник, Анна решила, что этот год отметит по-особому. Придя в супермаркет, не смогла удержаться от новогодних покупок. Обычно к Новому году как-то неохотно мы готовимся, а в этом году не знаю почему, может, потому что это первый Новый год для моей доченьки будет. Прямо уже сегодня купили елку, мы уже, наверное, сегодня ее поставим. На окнах снежинки долгожданные налепили, мы все приклеили. Новый год ждем с нетерпением. А теперь полезные советы. Если в доме маленький ребенок, елочные игрушки выбирайте с особой тщательностью. В погоне за яркими красивыми украшениями не забывайте о главном. Все новогодние покупки должны быть безопасны для малыша. К счастью, современный ассортимент магазинов позволяет это сделать. В первую очередь игрушки необходимо выбирать не стеклянные, лучше сделанные из пластмассы, чтобы игрушки не имели каких-либо острых конечностей, которые ребеночек может уколоться. И игрушки можно также выбрать, сделанные из текстиля. То есть из материала, да, любой. Сейчас это новое веяние пришло к нам с Европы украшать елочку текстильными игрушками. Всевозможные лошадки, куколки. Выбирая игрушки, помните, какого размера ваша елочка. Для высокой подойдут крупные шары и фигурки. Мелкие просто потеряются, а вот небольшое дерево украсит аккуратные маленькие игрушки. Способов нарядить елку великое множество. Вот одна из модных тенденций 2014 года – украшение новогодними игрушками нежных пастельных тонов. Особенно выигрышный вариант, если ваше хвойное дерево покрыто искусственным снегом. Среди новинок этого года и вот такой елочный наряд, который позволит ощутить себя на родине Деда Мороза. Одна из новых тем, которая пришла к нам с Европой – это «Северное сияние». Игрушки с оттенком голубых цветов, белые различные, всевозможные оттенки голубого, от ярких до блеклых, таких пастельных также тонналистов. Также кому-то нравятся очень красные игрушки. Все зависит от вашего личного вкуса, пожелания. Вы можете украсить елочку в серебряном стиле, либо только золотые игрушки. Кстати, попытка воссоздать дома елку, увиденную в магазине, может стать в копеечку. Продавцы, как правило, не скупятся на игрушки, так что даже на относительно небольшой елке их может оказаться больше сотни. И об этом надо помнить, планируя бюджетные расходы. Специалисты уверены, тратить последние сбережения на новогоднее торжество не стоит. Чтобы оригинально оформить свой дом, иногда достаточно просто довериться фантазии. Сочетайте одинаковые игрушки разных цветов или выбирайте разные украшения одной цветовой гаммы. Используйте новые игрушки наряду со старыми, которые достались вам еще от бабушек и дедушек. Каждый год, когда приходишь, видишь такую красоту, конечно, хочется набрать все новое. Но все-таки финансы не позволяют каждый год обновлять вот этот весь декор. Поэтому все и старое, и новое, и все вместе. Кстати, чтобы не выкидывать деньги на ветер, заранее убедитесь, что уже есть в вашем новогоднем арсенале. И только потом отправляйтесь за покупками. Проверьте, целая ли прошлогодняя электрическая гирлянда. Соблюдайте рекомендации специалистов, с чего начинать украшение елки. Необходимо сначала, в первую очередь, на елочку повесить гирлянду, поправить аккуратненько, посмотреть, отойти издалека, для того, чтобы потом уже нам повесить игрушки, и чтобы можно было уже сразу определить, где висит гирляндочка. То есть ровно, да, там, криво, может быть, где-то сразу уже что-то поправить, для того, чтобы потом уже повесить елочные игрушки. Украшение новогодней елки – особый ритуал. Чтобы праздник удался, а весь будущий год был успешным, нужно приложить максимум усилий уже на этом начальном этапе подготовки. Не зря народная мудрость гласит – как встретишь Новый год, так его и проведешь. На сегодня это все. Надеюсь, наши советы вам помогут. Изучайте азбуку потребителя вместе с нами. До встречи.